Перед вами прибор для получения серого водорода и изучения его свойств. В колбе находится порошок и кристаллы темно-коричневого, почти черного цвета. Это сульфид железа-2. В делительную воронку я буду наливать разбавленную соляную кислоту. Приготовлены растворы солей, сквозь которые я буду пропускать серый водород. Итак, начнем эксперимент. Через воронку, обычную стеклянную воронку, в делительную воронку, попадает раствор соляной кислоты. Я открываю кран делительной воронки и мы видим, что раствор соляной кислоты оказывается в колбе. На контакте сульфида железа и соляной кислоты происходит химическая реакция, признаком которой является образование серого водорода. Я поджигаю серого водорода, а затем накрываю пламя серого водорода фарфоровой чашкой. Мы видим, что при неполном сгорании серого водорода образуется сера. Теперь я пропускаю пузырьки серого водорода сквозь растворы некоторых солей. Это раствор сульфата цинка. Мы видим, что при контакте появляется характерный белый осадок сульфида цинка. Теперь я помещаю газоотводную трубку в раствор соли кадмия. Сульфида кадмия имеет очень характерный ярко-желтый цвет и появляется гораздо быстрее. Растворимость сульфида кадмия меньше, чем растворимость сульфида цинка. Раствор соли меди в присутствии серого водорода очень легко превращается в тёмно-коричневый, почти чёрный осадок сульфида меди. Но самым характерным осадком, который образует сероводород, является сульфид свинца. Он имеет характерный чёрный цвет и очень маленькую растворимость в воде. Сульфиды большинства металлов имеют характерные окраски. И некоторые из них используются как красители. Например, сульфид кадмия. Сульфид кадмия.